В США нарастают дебаты вокруг вопроса о том, нужен ли Америке запрет на владение оружием. После кровавой бойни в школе Сэнди Хук в штате Коннектикут призывы сторонников такого запрета зазвучали ещё громче. В понедельник митинг провела крупнейшая в США организация, выступающая против вооружения населения. Она призвала Конгресс США ужесточить законы. На мероприятие пришли родственники людей, погибших в результате стрельбы. «Когда ты не чувствуешь себя в безопасности – в церкви, в магазине, в кинотеатре или в школе, значит, в обществе что-то не так. И это страшно. Мы должны об этом говорить, должны что-то изменить и добиться того, чтобы такого больше никогда не повторилось». В результате недавней стрельбы в школе Ньютауна были убиты 26 человек. Из них 20 детей 6-7 лет. Огонь открыл 20-летний Адам Ланзе. Он принёс с собой несколько револьверов и сотни патронов. Своих жертв он стрелял по нескольку раз. В одну из них попало 11 пуль. Однако реакция многих американцев на такие трагедии – не призыв к запрету на владение оружием, а стремление поскорее вооружиться, чтобы в случае чего себя защитить. В этом магазине в штате Вирджиния всего через несколько дней после стрельбы в школе торговля кипит. «Люди думают, что будет полный запрет. Это во-первых. И они боятся. Во-вторых, они хотят узнать, как себя защитить. Хотят научиться стрелять. Если раньше кто-то сомневался, то теперь все спешат узнать, как себя защитить». В воскресенье во время опоминальной службы по убитым в Ньютауне президент США Барак Обама призвал к действиям. Однако, как полагают многие, его призыв может остаться только на словах, поскольку вопрос владения оружием в США является достаточно сложным и многогранным, и одним запретом его не решить. Согласно статистике, около 40% огнестрельного оружия попадают в руки американцев через чёрный рынок. Некоторые считают, что у потенциальных жертв будет больше шансов выжить, если они сами будут хорошо вооружены. «Мы полагаем, что потенциальные жертвы должны быть первыми, кто отреагирует и остановит плохих парней. Преступники нацеливаются на самые слабые места. Они приходят в те места, где оружие будет только у них. Они же не идут в полицейские участки или оружейные магазины. Они идут в такие места, как школы, где ношение оружия запрещено». Запрет на ношение оружия в США истёк в 2004 году. Будет ли он принят снова, пока неизвестно. Однако то, что беспорядочная стрельба превратилась в США в настоящую эпидемию и что с этим надо что-то делать, для многих уже очевидно.